Всем привет! Я с вами, друзья мои! Всем кушать витамины, пить чай с лимоном и мёдом обязательно. И с имбирём. Только имбиря немного. Вот Анна говорит, что с имбирём баловаться не стоит долго. Тем, у кого проблемы какие-то, лучше. У меня зло потреблялась. Вы же знаете, какие стихи будут? Ну да, я как-то выбирала. Ну, из новых что-то. Как настроение? Разные, на разные темы. Угу. Хорошо. Ага. Еще музыка красивенькая. Так что, с Ладой вот одна сняли, да? А? С Ладой сняли? Да, 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 да. Все прекрасно. Прошел эфир. Такой, мой, был веселый. Потом я должна была пойти в этот вечер на вот эту зеленую лампу. Знаешь? Лампа. А я не смогла, и как раз после этого дня меня как сложила болезнь. А у нас там что-то было на зеленой лампе? Что-то, что-то было. Какая-то сенсация книги. А Майя Демерлин. Да, да, да. Переводы с японского, да. Да, я, к сожалению. Все хорошие книги, восход на войну. Когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что все здесь лучше с вами. И так оно всегда при вас останется. Хорошие, спокойные, восторги, печали, судьбы. А вот такие места и какая-то погода. Всем привет! В эфире программа «Шарбукс» и ее ведущая Ксения Авери. Сегодня у нас в гостях поэтесса Анна Стриминская. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Анна, поделитесь, как у вас настроение с сегодняшним прекрасным весенне-зимним утром? Ну, как можно чувствовать себя в апреле. За окном настоящий апрель. Ласковый воздух, голубое небо. Мне кажется, скоро начнут петь коты уже. Как будто такое пришествие весны, любви. Или будут все-таки морозы у нас? Я полагаю, что от детских котов весна начинается в декабре. Ага. В декабре начинаются утепель, они начинают петь. У меня, например, дома сейчас кот очень такой, неспокойный несколько. Ага. Вот. У него песни с декабря начались, они продолжаются и в январе, и в феврале. То есть, одесские коты поют круглый год о любви. Для них нет сезонов года. Ну, разве что, когда им жарко летом, так они уже, наверное, устают от пения. А есть сезоны года для поэтов, для поэтессы? Есть у вас любимый сезон? Ну, как правило, наверное, это несколько банально, но это лето. Лето, да? Не весна. Обычно весна – это пробуждение жизни, но все-таки лето. Ну, это, так сказать, уже некий стандарт. В Одессе? Я люблю лето, я люблю раннюю осень. Ну, лето – все довольно-таки просто. Лето – это сезон выпусков. Как правило, у меня выпуск в августе, я куда-то еду. И это значит вдохновение какими-то новыми местами? Я обожаю путешествовать, я обожаю видеть новые места. Я стараюсь все время, когда я поехал в новое место, где я еще не была. Я не люблю отдыхать на одном и том же месте. Не повторяться? Да, конечно. Хочется как можно больше увидеть в мире. Что планируется в этом году? Ну, я не очень люблю рассказывать о своих планах. Ну, допустим, у меня подруга живет в Словении. Она там уже был славянцем. Вот я была там два года назад в ноябре. Я никогда не была там, спасибо. В ноябре. Вот сейчас, если все получится, хочу поехать, например, в мае. Ну, пожелаем вам удачи, чтобы это обязательно случилось. Спасибо. О других планах не надо пока. Но про планы. Я знаю, что у вас в планах новая книга. Да, вот она сейчас издается в Киеве. Надеюсь, очень скоро буду держать ее в руках. Как она называется? Марфа и Мария. Марфа и Мария. Почему такое название? Это такие евангельские образы. Ну, как вы знаете, у Христа как бы были знакомы. То есть, люди, он с ними общался, были друзья. Вот была такая семья. Там были сестры Марфа и Мария. Был их брат Лазарь. Лазарь вот крестил из мертвых. Даже вот в христианской церкви празднуется. Этот праздник воскрешения Лазаря. Мария и Марфа – это сестры его совместия. И вот в Евангелии там есть такая прища, что когда Христос пришел к ним в дом и проповедовал, там у него были ученики, то Марфа суетилась и заботилась о многом. То есть, она заботилась о многом угощении. А Мария избрала благую часть. Хозяйка была. Она следила, да. Марфа обслуживала, Марфа приносила на стол еду и просила, чтобы сестра ее помогла. Но Мария избрала благую часть. То есть, она сидела возле учителя и слушала его слова. И вот Христос сказал так, что Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее, а ты, Марфа, заботишься и суетишься о многом. Вот Марфа и Мария – это как бы два состояния человека, женщины в частности, когда одновременно человек заботится и суетится о многом, но при этом не должен не забывать о благой части. То есть, о слове, о слове, в том числе о литературном слове. Ну, вот как-то так. Это будет прослеживаться через сборник, я так понимаю, Ну, я надеюсь на это. Я не знаю, насколько мой сборник целен. По крайней мере, там есть такое стихотворение «Марфа и Мария». А можно его прочесть или, ну, сейчас помнится? Я, к сожалению, его плохо помню, я не взяла его Всего. Я почти все свои стихи наизусть не помню, поэтому… Давайте тогда начнем с другого стихотворения, чтобы наши слушатели и зрители тоже немного прониклись. Хорошо, тогда я, наверное, просчитаю пока старое, Одно из моих любимых просто. Хорошо. Облака говорят на санскрите, облака говорят на латыни. Говорите со мной, говорите. Этот день был тяжелым и длинным. Облака надо мной проплывают, и словарь драгоценный роняют. Агни, Веды, поэты Грегору, и рифмуют его с Романором. Древний Агни горит в наших жилах, мимостроенная Деви проходит, а в уме все слова колобродят. Веды, ведьма, медведь, живо, живо. Облака знают все, все видали. Древних ариев, славу и горе. Древних греков, дороги и далее. Древнеемских владений, просторы. Но к истокам припасть тянет снова, Что в санскрите живительной влаги. Мама, мата, брат, брат и слово Полыхает огнем на бумаге. Спасибо. Очень красиво. Даже мне показалось немного такое мистическое. Оно мистическое, оно философское, Оно о наших корнях, о языковых корнях, В санскрите. Собственно, откуда все идет. Очень красиво. Спасибо большое. Я знаю, что вы сотрудник литературного музея. Да. Как жизнь сейчас проходит в литературном музее? Какие последние события интересные проходили там? Скажите. Я вот потому и работаю в литературном музее. Потому что мне кажется, что это один из самых важных культурных центров нашего города. Сейчас. В современной Одессе. Там просто очень интересно работать. Там, когда я пришла в музей, я узнала очень много нового для себя. Я формировалась в музее как научный сотрудник. Я действительно узнала массу нового для себя истории, литературной истории нашего города. У меня очень интересный сектор. Я ведущая сектора второй половины 19-го, начала 20-го века. То есть там у меня и Чехов, и Бунин, и Куприн, и Федоров, и Горький, и Асшалом Алейхим. Кроме того, весь Серебряный век. И связи его с Одессой, я считаю. Это просто восхитительно, я считаю. Это и приезды Балимонта, и Белого, и рождение Анны Андреевны Ахматовой в нашем городе. Приезды Гумилёва, встречи с Ахматовой. Какие мероприятия последние проходили, вот такие вот интересные? Самое яркое, которое было совсем недавно. Моя коллега Лариса Кулиниченко делала вечер, посвященный юбилею, 80-летию Владимира Семеновича Высоцкого. То есть вечер делали наши поэтописатели. Просто она это все координировала и все это организовала. Считались стихи, посвященные ему. Считались его стихи, пелись его песни, пелись песни, посвященные ему. А во втором отделении был показан фильм о Высоцком. В общем-то, сделанный у нас в Одессе. Он был сделан пять лет назад. Вот к 75-летию Владимира Высоцкого. И вот в этот раз мы повторили. В общем-то, нам дали этот фильм и его показали в нашем музее. Я уверена, это было волшебно. Прекрасный был вечер. Да, пришло очень огромное количество народа. Пришло большое количество даже людей пожилых. Потому что песни Высоцкого пришлись на их юность. На самом деле, песни Высоцкого захватили столько поколений. И их любимые, и раньше, и до сих пор. Меня это каждый раз удивляет и поражает. Насколько человек подарил миру такой кусок себя. Такую часть огромную. Была целая эпоха Владимир Александрович Высоцкий. Да, да. Спасибо ему за это. Можно попросить еще одно стихотворение? Я прочитаю из последних. Я как раз в декабре лежала, болела. Долгая болезнь была. Эти болезни. Да. Вот взяла тетрадь. А там последний лист в тетради. Еще не заполненный. Вот развелось такое стихотворение. Последний лист в тетради. Что на нем оставить? Пусть капнет дождь. Пусть мошка упадет. Пусть кот пройдет следов, оставив память. И вдалеке пусть поезд пропоет. Там пассажиры едут к переменам. И возвращаются к самим себе. Как школьная доска, земля покрыта мелом. И каждый ученик приник к своей судьбе. Заполнить чем? Бездонным этим небом. И винограда голой лозой. И первыми морозами и снегом. Ледяной на дереве слезой. Должна бумага зачинать, как поре. И зерна слов покорно принимать. Чтобы стихом заколоситься вскоре. И чтоб шумела полная тетрадь. А жизнь свои стихотворения пишет. Без нашего участия. И мы. Лишь иногда строку ее услышим. Почти безумно. И почти не мы. Спасибо большое. Есть ли писательские привычки какие-то? Вот допустим, я знаю людей, которые никогда не сядут писать, прежде чем не заварить себе чашечку кофе. Или, не знаю, на столе должен быть всегда бардак. Или наоборот идеальная чистота. Есть какие-то такие свои? Ну, вот вы сейчас как сказали, так я задумалась. Наверное, есть. Я, например, не могу писать за компьютером сразу. Я должна сначала лечь на свой диван. Как правило, это вечером. В своей комнате. Когда никто не трогает. Должно быть полное уединение. Чтобы я ни с кем не разговаривала. Музыка или? Нет-нет, без музыки. Она отвлекает. Уединение, диван. На столе у меня легкий бардак. У меня много книг на столе, естественно. У меня идеального порядка никогда не было. Там у тебя тетради, книги какие-то. Ну, это присуще любому творческому человеку. Ну, разные. Разные были творческие люди. Но, как правило, это вечер, сосредоточение и диван. Ну, и сначала от руки, да? Сначала от руки в блокноте. Я люблю соприкосновение с бумагой, с ручкой. Вот для меня это очень важно. Я почти никогда не пишу прямо за компьютером. Да, это же иногда даже... Я только переношу на компьютер. ...карандашом пишу. И мне это кажется более ценным моментом. Вот когда ты уже написала, и ты переносишь, и мысль по-другому льется. Да. Это интересно. Я также не могу долго читать возле компьютера. То есть я какое-то время читаю, но вот роман прочитать для меня это огромная работа. Что из последнего вы читали интересного? Что запомнилось? То есть какая книга, может быть чья-то поэзия, что-то из современных авторов? Я, например, открыла для себя, вот у нас в Одессе было не так давно, в конце сентября, в начале октября, был весь международный фестиваль литературный. Да. У нас приезжала масса писателей, поэтов в наш город. Большинство мероприятий проходило в нашем музее. И вот там я побывала на презентации львовского писателя Юрия Веничука. Это для меня огромное открытие. Я тут же приобрела два его романа, и вот я с огромным удовольствием прочитала его роман «Танго смерти». О чем он? О, это многоплановая вещь. Роман о Львове, о довоенном Львове, о современном Львове. Как бы о этом переплетении времен и поколений. Роман о войне также, об уничтожении, об убийстве евреев. Вообще о советских войсках во Львове, о немецких войсках во Львове. Там есть и любовь, там есть и эротика, там есть романы о творчестве также. Очень интересно. Да, и о научном мире, он обо всем. И там мистика есть. Это настолько многоплановая вещь. От ней рассказать нельзя вот так вот. Нужно только читать. Можно порекомендовать. Кроме того, я приобрела роман «Лютеция», там как раз сейчас я его читаю. Тоже получаю удовольствие. Класс, класс. Я читаю так многое. Даже вот сейчас меня спросили. Первое было имя – это Юрий Веничук. Ну, некоторые одновременно могут и три, и четыре книги читать. Я считаю, это проявила книг 10, наверное. Ну, это даже интересно. Ты переключаешься, ты не устаешь от книги. Разные бывают ситуации. Можно попросить еще стихотворение у вас? Да, ну вот тоже, пожалуй, самое последнее. Знаешь, мне почти уже все равно. Я в себе ощущаю свободу, неведомую до сих пор. Я смотрю свою жизнь отстраненно, как счет и кино, покуда не вынесен окончательный приговор. Свобода от страсти, а также от мнений и слов. Это такое счастье, такой простор. Зачем я вязана в болоте ревности до сих пор? Если в сетях мои звезды блестят, улов. Хочется жить, как зверь, как вся прекрасная, рать их. Обижать куда хочешь, в сабис породного вроде. В общем, ты понимаешь, это животное, наши старшие братья. А нам у них по ученице искренности и свободе. Спасибо. Летом проходил такой международный, могу его назвать, флешмоб. Одессу читают, Одессу читают. Вы участвовали в нем? Да, я участвовала. Я читала в основном стихи. Я, например, я изучала итальянский язык когда-то. Я ходила на курсы Данте Алигери в Одессе. Я ввела, например, стихотворение Владимира Жаботинского, которое он написал на итальянском. Вам наверняка известно им Владимира Жаботинского. Его жизнь начиналась в нашем городе. Его карьера как журналист, как поэта, как писателя. И вот он какое-то время, когда ему было 17-18 лет, он жил в Италии. Он жил в Италии. Он был корреспондентом из Рима для Одесских новостей. И вот он там выучил буквально за год итальянский язык. Писал на нем, владел на совершенстве. И писал на нем сонеты. И вот я в одной из книг обнаружила эти стихи на итальянском. И перевела на русский язык. Очень интересно. Я читала и это стихотворение, и я читала стихи своих современников. Я ходила как-то в клуб круг к Юрию Михайлику. Еще буквально в ранней молодости. Когда мне было 20 с лишним лет. Я просто помню очень много стихов своих друзей. И я там кое-что читала из современных одесских поэтов. Даже барочку своих прочитала тоже. Ну, я думаю, уже не имеет смысла спрашивать, как вы относитесь к таким мероприятиям. Потому что, ну, хорошо. Красное отношусь, да. Я тоже очень бы хотела, чтобы в этом году этот флешмоб повторился. И в нем приняли участие еще больше людей. Потому что, мне кажется, это для Одессы. Может быть, даже уже хорошо, чтобы сама идея повторилась. Может, как-то по-другому. Да, да. Может, как-то по-другому. Чтобы форма была уже новая, да. Чтобы как-то более, может, еще более организованно это было. Больше людей к этому присоединилось. Больше иностранцев. Конечно. Это очень интересно. Может, из других стран люди бы приехали. По поводу книг. Я знаю, что у вас уже есть три изданные книги. Три сборника. Да. Что это за сборники? И когда они выходили? Ну, мой самый первый сборник вышел вообще в 2000 году. Собственно, я там даже была не Анна Стреминская. Анна Башко. Анна Башко – это моя настоящая фамилия. Стреминская – это псевдоним. Это фамилия моей польской бабушки. О-о-о. Какая история. Да. Вот. Он назывался на древнем языке. Просто у меня в одном стихотворении есть такая строчка, что говорить на древнем языке с землей, с тенью, с ветром далеке. Вот. Поэтому я решила назвать так сборник. Потом очень долгое время ничего не печатала. И… Нет. В 2010 году у нас был такой сборник как бы на троих. Он назывался «Трое». Его издал мой отец. Там их стихи моего отца. Моей и моей подруги. И Робиньковской были. Ну, он такой даже скорее сам издатовский. То есть… Ну, да. Это сам издат был. Скорее. Но он оформлен очень интересно. Моей мансор, он художник Игорь Башко. Вот. И в 2014 году вышла моя книга. Она называлась «Искусство говорить… умение говорить шепотом». Как она родилась? Что повлекло ее родиться? Ну, вот я собрала просто стихи, написанные после 2010 года. Угу. И даже немного вошло старых из старого сборника. И соединила их вот в такую книгу. Почему умение говорить шепотом? Потому что… Я очень не люблю знать очень громогласных людей, которые говорят очень громко, очень много. И не замечают ничего вокруг себя. Один из моих знакомых, есть такой у меня приятель. И вот он как-то… Я просила его говорить тише. Он сказал, я не умею говорить шепотом. Ага. И, наверное, у меня это как-то застряло в памяти. И это послужило. Я решила назвать свою книгу именно «Умение говорить шепотом». То есть умение говорить тихо. И слышать мир вокруг себя. И слышать, наверное, мир в себе. Свой внутренний мир. Мне кажется, что иногда человек, который говорит шепотом, доносит до других намного больше и глубже информацию, чем человек, который… Конечно. Кричит… Безусловно. …на весь мир. А мы ждем наши следующие стихотворения. Сейчас я открою. Может, из сборника. Это даже не из сборника. Это такой журнал «Альманах южное сияние». Одесский литературный «Альманах». И вот здесь. Это тоже из таких не очень давних. Есть такое стихотворение тут. Среди мути и тумана и всякой дневной шелухи Вдруг появляется нечто, пронзает голову. И ты понимаешь сразу – это стихи. Сучатся в себя и текут, как жидкое олово. Рождаются четкая мысль и требуют слов, Как одежды. Они излучают жар и сияние. Они требуют равных себе. Таковое ремесло. Оставлять по местам, чтобы слова превращались в слияние. Затем понимаешь, что это с тобой, любя. Космос так говорит. А ты не творец, только копия. Они-то из стихи. А это они тебя. Творят по образу своему и подобию. Спасибо. Насчет космоса. Есть такая мысль, что иногда через поэта, через писателя говорит «космос». Я слышала неоднократно такое, что я не знаю, как я пишу стихи, я подключаюсь к космосу и… Это совершенно верное ощущение. Да. У Анны Андреевны Ахматовой как-то спросили, легко ли писать стихи. Она ответила так. Ибо их либо кто-то диктует, тогда легко. А если не диктует, тогда совсем невозможно. Да. Ну вот Арсений Александрович Тарковский тоже сказал. Это ссылочка из его стихотворения. Сказать по правде могуста пространства и времени. Как-то так. Очень хорошо. Очень правдиво. Да. А по поводу Анны Ахматовой и Цветаевой, сравнивают ли ваши стихи с какими-то другими поэтессами? Бывало ли такое? Вам кто-то говорил, «Ой, Анна, ваши стихи похожи на кого-то там». И приятно ли это? Или это считается как критиком? Вот. Нет, ну зачем. Если сравнивать с достойными пространствами, я думаю, это скорее приятно. Ну, например, одна из очень уважаемых мною писательниц наших одесских, Анна Костенко, недавно мне сказала. То есть я очень высокого мнения о ее прозе. И она мне сказала так, что, «Аня, вот ты – наша современная Цветаева Одесска». Это очень приятно. Ну, как мне странно, мою манеру чтения почему-то сравнивают с манерой чтения Бродского. Хотя никогда не стремится подражать Бродскому, ни его манере чтения. Какое вообще к нему отношение? Самое прекрасное. Я считаю, что это великий поэт. Но для меня, вот, как бы приближающих к нему по уровню, это Арсений Тарковский. Из таких более-менее современных. То есть уже ушедших, но все-таки как-то близких к нам по времени. А из одесских поэтов? С кем вы дружите, кого любите, кого ненавидите? Я не испытываю ненависти по отношению к поэтам. Слава Богу. Собственно, стараюсь вообще не культивировать в себе это чувство. Ну, из современных я, допустим, если брать поэтов. У нас сейчас очень много интересных поэтесс в Одессе. По-моему, на мой взгляд, сейчас женская поэзия как-то даже интереснее. Мужской. Мужчины, в случае, работаете над своей поэзией? Мужские имена тоже есть очень яркие. Естественно, они уже были. Ну, вот, женские имена. Это и Майя Демерли, и Влада Ильинская, которая у вас здесь была. Да. И Юлия Петрусевич. Это, ну, Елена Боришполис есть у нас. Кто еще? Галина Маркелова. Это из более старшего поколения. Собственно, их очень много. То есть, если я кого-то не назвала, я просто сейчас… Из мужчин – это Александр Хинт, очень интересный метафоричный поэт. Это Сергей Щетвертков, который прозаик и поэт. И стандарист Киры Муратовы. Я очень люблю его стихи и помню многие наизусть. Это Слава Китик, тоже помню его стихи наизусть. Ну, и, конечно, Борис Херсонский. Мне его поэзия импонирует, прежде всего, глубиной. Конечно. Может, там, так сказать, меньше метафоричности, но там глубина мысли, скажем так. Ну, вот, пусть не обижаются на меня те, кого я не назвала. Просто их очень много. Да, всех у нас. Сейчас первые имена, которые пришли в голову. Угу. Да, но еще есть кого приглашать к нам в студию, я должна вам сказать. Конечно. Одесса очень много граждан, но таланты и богато. Прошу стихотворение. Ну, вот такое стихотворение о времени. Время — это единственная река, где не увидеть зеленые берега. Хоть в течение поплыть, и не переплыть ее, и не выполоскать белье. А если не рыбы плывут, то плывут и рядом с людьми, птицами, медведями, лошадьми. Никто посмотрит в нее, не узнает свое лицо. Никто не узнает своих детей, матерей, отцов. В ней не теребрится луна, и звезды не достают до дна. Лето — одно из имен ее, другое же бытие. Никто не умеет плавать, все равно, как может, плывет. Кого-то в ней ожидает слава, кого-то водоворот. А кто-то тонет, кричит «Спаси», но чаще не слышит его. Только отче, который на небеси, иногда подтверждает родство. Его да ее унесли с собой много царей и стран. «Прощается время вместе с землей, впадая в небес, океан». Спасибо. Такой вопрос. Есть ли стихи, любимые собой, свои же, и стихи, любимые другими? Различаются ли они? Безусловно. Есть стихи, которые, как правило, больше всего читаешь. Смотришь на свои стихи, и тебе, в принципе, нравится многое. Многое не нравится, многое вообще выбрасываешь. Кое-что нравится, но есть, как бы, я вот для себя это определила, стихи считабельные и не считабельные. Да. Стихи, которые лучше оставлять книги, чтобы их прочитали другие. Или стихи, которые, как бы, легко читать, которые более музыкальные, которые более напевные, скажем так. Да, вот я, пожалуй, ответила на этот вопрос. Спасибо. К сожалению, у нас время уже нашего эфира подходит к концу, но мы бы хотели еще услышать пару дней. Ну, хорошо, тут есть. О любви кое-что. О любви это прекрасно. Ты для меня лишь голос, лишивший меня покоя. Твой голос в мобильной трубке пытаюсь согреть рукою. Твой одинокий голос в руке держу, как награду. Никакой другой. Музыки мне не надо. Лишь этот вкращивый низкий, застенчивый, мягкий голос, что в перемешку с ветром мой проникает в космос. Писы летят на юх над куполами соборов. Улавляю обрывки даже ночных разговоров. Твой голос текущий плавно, в руке я держу синицы. Но верю, когда-нибудь поникну к его истокам, чтобы напиться. Спасибо. Всем любви. Ой, спасибо, Анна. Я так ушла в ваши образы красивые, куда-то так далеко, не такие глубокие, что аж потеряла свои мысли, наверное, где-то в образах. Буду благодарна за еще одно стихотворение и будем прощаться с нашими существами. Да, ну вот такое еще тогда в этом ключе, как бы тоже образное. Небо взлохмачено ныне, будто при свете солнца. Волосы Вероники стали не только созвездием. Пряди волос повсюду, волны, локоны, кольца. Волосы Вероники горят закатным возмездием. Волосы Вероники, Марта, Гетруда, Зои. Все припуталось в небе, красные, рыжие пряди. Все эти дамы видно, в жизни и знали покоя. Если их шевелюры так рассыпались, не кстати. Волосы Вероники разродился, как соль парохода. Волосы Вероники разродился, облако пытаща лица. Чай, как облако белое. И смело по ее полетам, шивающим небо с морем, как может лишь только птица. Спасибо. Анна, спасибо большое за эфир, спасибо за ваше творение. И вам спасибо за внимание. Друзья, слушайте, смотрите нас по средам и иногда даже по пятницам. Не болейте, принимайте витамины и наслаждайтесь прекрасной весенней погодой. Всем пока. Ой, спасибо. Как-то так предпоследнее стихотворение меня унесло. Я так задумалась куда-то... Да?